Морфушка Старухина Морфушка Старухина Я снова иду на работу. Сегодня такое 7 января. Маршрутки все пустые, улицы пустые. Клёво так. Хотела, кстати, всем спасибо сказать, кто желал мне скорейшего выздоровления, потому что я до сих пор не выздоровела. В общем, как-то всё. Все праздники просидела дома. Лечилась, так сказать. Вот. Сейчас вышла на работу и опять что-то чувствую. Горло болит. Я, кстати, уже на работе. Какое-то странное освещение. Мне кажется, я на вампира какого-то похожа. Ну, мои глаза, по крайней мере. Короче, пока у меня есть свободная минутка, хотела немножко прояснить ситуацию. Я надеюсь, остальные все услышат, поймут по поводу моего нахождения вообще в России и всё такое. Повторяюсь, я уже, по-моему, в видео о переезде в Россию говорила о том, что я здесь не просто так. Я здесь нахожусь... В общем, ситуация такая. Я не приехала сюда просто, да. И сижу и жду там подачек от кого-то. И в частности, там, считаю, что государство российское мне там чем-то обязано. Нет, я ни одной подачки, никакой помощи не принимала. Хотя есть возможность, иди, отстаивай в очередях, пиши кучу заявлений, под кабинетами ночуй. Но мне это не нужно. Чтобы получить гражданство, нужно пройти семь кругов ада. Первый и последний раз говорю о том, что я делаю документы, и я уже на стадии подачи документов на гражданство. Понимаете, я это делаю сама, своими силами. Во-первых, я кучу бабла в это вкинула, потому что без бабла, опять же повторюсь, нужно отстаивать кучу очередей. Даже с баблом, честно скажу, приходишь, платишь деньги, тебе говорят, да нет, вы не будете не отстаивать в очередях ничего, мы вам позвоним, мы назначим встречу. А в итоге в назначенный день ты приходишь, а там куча народу, также отстаиваешь в очередях. Так, толку вообще никакого. Просто если платно, то это всё быстрее. Если бесплатно, то это ты уже сам полагайся на свои какие-то силы и время и всё остальное. В общем, ладно, побегу работать, а то что-то я заговорилась уже, на 10 минут опаздываю. В общем, да, все, кто работает, всем желаю также удачно отработать. Кстати, сегодня 7 число, всех с Рождеством поздравляю, счастья, здоровья. Всем привет! Я сегодня выходная, наконец-таки. Сижу, как обычно, смотрю YouTube. У меня такой срач под видео про Россию. Почему-то я не знаю, почему у всех так рвёт о том, что видео неинтересно, информации ноль. Я не собиралась в этом видео озвучивать какие-то мелочи, нюансы. Это было такое видео в общем, поэтому не стоит воспринимать его прям так серьёзно. Ну и в целом я сейчас сижу, смотрю комментарии, которые там многие присылали. Есть некоторые вопросы, которые задавали там молодые люди. И я думаю, наверное, снять отдельное болтологическое видео, тоже из рубрики поговорим, на тему этих вопросов. Ответы на вопросы будут. Их там немного, буквально, по-моему, 3 вопроса или 2. Я тут лечусь, пью чай. Сделала себе лимонную такую лечебную эссенцию. И ела мандарины, съела вот пол пакета, у меня был килограмм, оставалось, ну, где-то пол кило, наверное. Я только что заточила, и меня ждёт ещё пакет. Ну, на самом деле, да, я выздоровела уже более-менее. Но как-то, честно, вышла вот, 2 дня поработала и прошлась по улице. У нас сейчас морозы, причём такая вот минус 20 температура на улице, очень холодно. И буквально надышалась вот этим вот всем холодным воздухом. И опять у меня начало болеть горло. Опять сопли. Извиняюсь, может быть, кто-то ел. Короче, опять какое-то такое состояние-нестояние. И то голова болит, то давление понижено. Короче, честно, я себя ощущаю какой-то бабкой старой, которая вечно всё болит, и которая вечно жалуется, всё у неё плохо. Да, ещё хочу, кстати, сегодня, не знаю, получится или нет, выбраться на улицу. Но не просто на улицу, хочу съездить в торговый центр. У нас есть такой огромный торговый центр. Он находится даже развлекательный какой-то комплекс. Я не знаю, как назвать в целом. Кто живёт в Воронеже, может быть, знает. Сити-парк Град называется. Он находится у нас аж за городом. Поэтому туда ехать очень долго, час на дорогу туда тратишь, потом час обратно, ещё там пока полазить. Там тоже куча всяких магазинов брендовых, короче, бутиков. Ашан тот же, строительных куча магазинов, развлекательных всяких там площадок. Ну, в общем, много всего. Я туда просто собираюсь уже вторую неделю. Мне нужно в Ашан. Я хотела себе блендер посмотреть. Я видела там такие недорогие блендеры. И вот всё, хочу выбраться туда, в Ашан, но не могу. Ну, не то, что не могу, мне лень. Бро, я болела. То пришли выходные, мне теперь не хочется на улицу вылазить. Мне лучше дома посидеть. Честно, я вот даже сейчас сижу здесь дома, да, и у меня руки прям замерзают. Я бы не сказала, что у нас в квартире холодно, но вот я сама по себе такая вот мерзлячка. А представьте мне ещё выйти сейчас в минус 20 на улицу. Да я вообще-то, наверное, где-нибудь загнусь. И честно, уже хочется закрыть эту тему, но я так подозреваю, долго ещё меня эта тема не будет покидать, потому что она сейчас очень насущная, всех беспокоит, всех волнует этот момент отношений Украины с Россией. В общем, да, я честно, сейчас как-то даже жалею, что я сняла эти видео. Я ни в коем случае никого не обвиняю, вообще ничего. Я сама сняла. Могла бы просто, да, на Юлин вопрос ответить, что я не хочу снимать это видео. Правильно? Правильно. Но я никого не обвиняю, ни её, ни кого-то другого, ни судьбу, ни звёзды, никого не обвиняю. Я сама решила снять это видео. Я теперь сама в ответе за это. Но я считаю, что я ничего плохого не сказала. Поэтому будьте терпимей, лояльней. Если у вас есть какой-то вопрос, задайте его, и я просто сниму видео-ответ. Всё. Зачем, блин, писать кучу ненужной информации? Ну, а я пока буду лечиться. Вы, кстати, одевайтесь тепло, потому что, да, болеть это не кайфово. Поэтому одевайтесь. Кто болеет, лечитесь. Желаю вам всем здоровья. Это самое главное вообще. У нас на улице какой-то гололёд. Сейчас покажу. В общем, идти невозможно, опасно, тяжело. Всё замёрзло. Пробираюсь. Вообще не знаю, видно ли у меня нет. Не знаю, даже дойду живая домой или нет. Я, кстати, съездила в Ашан. Не знаю, видно ли у меня нет. Всем добрый день. Ездила я вчера в Ашан. Не обращайте внимания на меня, китайца, потому что я только что проснулась. Сейчас 12 дней у нас, а я только вот встала. В общем, вчера поздно легла. Ездила я всё-таки вчера в Ашан. Купила блендер. Но не поверите, короче. Я его пошла проверить на пункт. Рабочий он, не рабочий. Сначала не хотела, думаю, ну что там. Обычно покупаю везде. Всегда всё работает. Потом думаю, нет, пойду проверю. Ну действительно, чтобы не было геморроя такого. Мало ли, не рабочий потом ехать. Тем более я говорила, что этот торговый центр у нас находится аж за городом. В общем, туда час, может даже больше добираться. Поэтому это не очень комфортно, не очень хорошо. В общем, проверила я его, он не рабочий. Другие какие-то я уже не захотела брать варианты, потому что какие-то у меня сомнения. У них ещё система такая тупая. Там берёшь, покупаешь эту вещь, а потом только идёшь и проверяешь. У них нет там именно сразу уже резеток, чтобы взять, проверить и как бы иди себе довольный домой уже. Так что будьте осторожны, когда покупаете что-то в Ашане из техники. Так, ну и покажу покупки, которые я так сопутствующе совершила. Всего понемногу, но вышла на 3000 вышла с блендером. Ну в общем, где-то на 1500, наверное, на 1000 я купила здесь. Так, начну, наверное, с еды. И покупала вот такие вот конфетки. Это ириски. Называются кофе Тофи. Я их обожаю, покупаю не первый раз. Здесь у меня, кстати, вот в этом пакете стоят они 279 рублей за килограмм. У меня здесь полкило почти, 446 грамм. Вышла на 125 рублей вообще. Как бы вот этот пакет вкусностей огромный вышел на 125 рублей. Я считаю, это нормально. Потом купила Несквит захотелось. Мне, не знаю, побаловать себя. Купила арахисовую пасту. Кстати, я её вчера попробовала. Девочки, вот эта вот арахисовая паста очень-очень даже хорошая. Приближённо к тому, что я пробовала из Америки. Мы как-то получали из Америки посылку от знакомых. И вот там вот они присылали арахисовую пасту. Я её ещё тогда не поняла, не особо полюбила. Но они каждый раз нам практически присылали её. И получается, я как-то так, не знаю, привыкла к ней. Как-то любовь у меня постепенно к ней проснулась. И вот эта вот именно фирма, она очень похожа на то, что продаёт в Америке. Ну, два Сникерса купила. Кстати, они там по большие, вот эти по 35 рублей. Очень даже выгодных. Когда у нас в Магните, либо в 5х5, они по 47 уже даже что-то такое. Так, купила типа Казинахи, но вот такие вот, с такой семочкой. Потом купила вот такой вот Альпенгольд. Белый шоколад. Я очень люблю белый шоколад. Но здесь не просто белый шоколад, а с вкраплениями миндаль и кокос. Вот так вот он выглядит. Очень вкусный. Очень советую. Особенно с вот этой вот штучкой я его употребляла. Шоколад вообще шикарно. Так, ещё по чаям пройдёмся. Как-то давно вот закончился у меня. Мы тоже в Ашане брали вот такие чаи. Не знаю, как называются. В общем, вот такие вот они. По-моему, тоже 37 рублей или сколько-то там. Около 40 рублей они, в общем, стоят. Этот чай у меня был... Чай композиционный, крупнолистовой, с ароматом земляники и маракуйи. Очень приятный, очень вкусный был. Я вот взяла вчера такой же фирмы. Ягодная лукошка называется. Это с добавлением малины и сливок. Земляники, даже малины и сливок. В общем, там есть и кусочки, и ароматизатор. Но честно, он приближён очень даже к натуральному. Потому что не чувствуется никакой химозины. Вот сейчас буду заваривать себе и пить. Так, ну и покупала такие немножко бытовые вещи. Купила вот такой вот гель для мытья и посуды, и каких-то приборов, и детской посуды, и овощей, фруктов. У меня с запахом зелёного чая. Никогда не пробовала. Вот взяла попробовать. Здесь 560 мл. Аналог литру 70. В общем, это концентрат, я так поняла. И его нужно совсем чуть-чуть, наверное. Вот буду пробовать. Как-то он жидковат немного. Буду пробовать. Не знаю, кто пробовал. Расскажите, как вам понравилось это средство для посуды или нет. Так, продолжим. У меня села камера, как обычно. Так, ещё я покупала для себя вот такой вот кондиционер для тела смываемый. У меня был раньше с каким-то маточным молочком или с мёдом. Что-то такое, я уже не помню. Короче, жёлтая такая штучка нарисована была. Это идёт с морскими минералами. Почему взяла? Потому что в последнее время у меня как-то сухость кожи повысилась. Ну, я знаю, почему это. Потому что на улице холодно, да, и всё равно как бы тело промерзает немножко. Бывает время от времени, когда особенно стоишь на улице, там, да, под морозом, ждёшь какой-нибудь транспорт. И из-за этого у меня обильная сухость. У меня каждую зиму так. И вот прошлой зимой, когда я пользовалась вот такой вот штучкой, у меня было всё окей. Вот, решила возобновить, попробую. Может быть, вот это не понравится, не знаю. Так, ну, ещё мыло брала. Вот бархатные ручки взяла, которые идут с экстрактом шёлка, провитамин В5, С и Е. Нежное питание. Так, взяла ещё один сейфгард, у меня уже лежит в ванной. Не классический, а такой, по-моему, там что-то, ну, тоже типа классического. Такая же, практически, упаковка, только потемнее. Не помню, что там написано было на нём. Тряпочки вот такие взяла в Ашане. Только здесь пять штук. Попробую. Я не помню, брали мы до этого или не брали. В общем, люблю такие тряпки. Я их не режу никогда, использую целиком. Мне так удобней. Так, взяла ещё вот такой контейнер на работу. Для того, чтобы, ну, здесь на еду носить туда. Нас, как бы, кормят на работе. Так как у меня гастрит, во-первых, и во-вторых, я питаюсь дробно, поэтому я не могу долго ждать. До двух часов, там в пол, нет, в пол первого нас начинают кормить. Вот до пол первого я просто умираю. У меня уже желудок там скрутился в дульку. И я не могу так. У меня потом, во-первых, гастрит мой болеть начинает, если я не вовремя покушаю. Так что я с собой беру дополнительно еду. Ну, беру просто в небольших количествах. Я взяла вот такой вот разделённый. Потому что бывает, я в один ложу и салат, и там второе что-то, да. И у меня всё вот с салата, сок весь перетекает. Вот, ну, соответственно, по всей вот этой вот вещи, да. Это не очень клёво. Взяла вот такой вот, стоил он там что-то в районе 80, по-моему, рублей. Так, ещё взяла вот такой вот Ариэль. Здесь литр 100, да, и заменяет 2,5 килограмма порошка. Это жидкий, можно сказать, порошок. Взяла для белого и для цветного. Вот попробую. Всё, как бы, порошка у нас дофига ещё такого дешёвого. Я обычно дорогой не беру. Вот решила взять такой, жидкий попробовать. Хотела ещё капсульный. Ну, может, в следующий раз, когда поеду туда, возьму капсульный, попробую. Потому что я пробники брала в магазине. Идеи у них на кассе продают. Мне так очень понравилось. Вот хочу купить именно целую бадью. Но там столько много всякого, всяких фирм было. И Персил, и Ариэль, и ещё какие-то там Тайт, и ещё какая-то фирма. В общем, ценовая категория тоже разная. Поэтому я, в общем, не знала, какой взять. Взяла пока такой попробовать. И ещё взяла Ленор, который концентрат. И до 7 раз дольше держит запах. Я тут вот, как обычно, кушаю. Сделала бутерброды из арахисового масла и хлеба. Кстати, ещё, что я покупала в Ашане. Вот такие вот ножи. Вообще обалденные. Вот такая вот фирма. С чёрной ручкой. Именно с такой вот пластмассовой. Я не знаю, какая-то она такая, как... Не пластмасса даже, а знаете, как будто... Как гранит какой-то, что-то такое. Вот с деревянными я не захотела. Потому что мне показалось, что дерево тоже будет мараться. Оно там такое прям белое-белое. У них какой-то вот белые ручки. Мне показалось, они будут мараться очень сильно. Потому что, ну, бывает грязными руками трогаешь это всё. Потом просто не отмоешь. И вот такие вот они более-менее нормальные ручки. Потому что у меня таких несколько ножей. Именно с такими ручками. И они прям вот, ну, живучие-живучие. И у этого лезвие очень хорошее. Мне казалось, когда я покупала, мне казалось, что лезвие будет, наверное, такое. Не очень качество. Но хлеб вот порезала такими... Сейчас покажу. Вот я нарезала такими кусочками. И прям вот как по маслу прям. Так что могу посоветовать вот такую вот фирму, если вам видно. Там конфеты. Я уже вот здесь вот разложила. Всё. Не знаю теперь, с чего начать. Но первое у меня будет каша. Это однозначно. Не знаю. До смешного доходит. В общем, загорелось мне взять вот такого кота. Я не знаю, получится или нет. Я уже нашла там вот у меня открытые вкладки. Именно продажи по Воронежу. Я сейчас попытаюсь обзвонить. Да, значит да. Нет, значит нет. Потому что у нас, в принципе, съёмная квартира. И как бы эти коты, я знаю, они быстро приучаются к лотку и всё такое. Но всё равно, знаете, как-то... Чужая квартира, это шотландские веслоухи. Прям хочу и всё. Ну, если вот нет, там несколько объявлений. У меня вот четыре, по-моему, в вкладки. Если скажут нет, уже продали там, либо цена меня не устроит, то тогда нет. Как вам, кстати, нравятся такие котики или нет? Мне кажется, они все красивые, но вот именно вот эти какие-то такие мимимишные.